Это скорее интересно. Все, теперь работайте кулачком. Екатерина Донор новичок, но девушка азартная. Как только узнала, что университет объявил акцию по сдаче крови, не раздумывая согласилась, на этот шаг пошла с самыми благими намерениями. Ну может быть когда-нибудь моя кровь спасет кому-то жизнь. Не ради денег сдаёт кровь Елена Юрк, а просто потому что привыкла. Сейчас она уже работает в УГУ, а когда училась, донором была регулярно. Тот факт, что федеральный закон отменил компенсацию за сдачу крови, лично на неё никак не повлиял. Ничего страшного. Тут вопрос уже не в деньгах. В взаимопомощи, взаимоподдержки. Между тем, кровь университет собирает уже месяц. Правда, раньше участникам акции самим приходилось ехать до станции переливания. Сегодня станция приехала к ним сама, со всем оборудованием и специалистами. Он ничем не отличается от стационара. То есть тут даже может быть в какой-то степени удобнее, потому что, если вы обратили внимание, там есть физиологичные кресла. Когда мы с волонтёрами обратились в Оренбургскую станцию переливания крови, оказалось, что там была такая же идея обратиться в наш университет с целью содействия именно донорскому движению. За целый месяц студентов и преподавателей собрали более 400 литров крови. Всё это подарок другим регионам. Оренбуржье этим донорским материалом обеспечено на пару лет вперёд. И федеральный закон на это доброе дело никак не повлиял. Здесь у нас находится плазма свежезамороженная на карантинном хранении, которая в последующем выдаётся в лечебное учреждение. В таком виде она у нас хранится в течение шести месяцев, то есть необходимого периода карантинного хранения. Плазма здесь 6000 литров. Дефициты крови региону сейчас точно не грозит. Этим необходимым материалом Оренбуржье даже снабжает другие регионы. Местные волонтёры, как и вся Россия, это делает бесплатно. Сколько ещё оренбуржцы будут сдавать кровь за спасибо, неизвестно. Ольга Патрушева, Дмитрий Журавлёв. Наше время.